Добрый день, господа. В студии Юлия Латынина и Дарья Воронцова, который на самом деле человек, который отвечает за всю техническую сторону программы. И мы её посадили тоже в качестве техническом, чтобы Даша задавала те вопросы о христианстве, которые нам прислали вы, а также те вопросы, которые, собственно, она задаст сама. Так что это будет вольная импровизация на приблизительно заданную тему. Итак, Даша, вперёд. Вопрос первый. Юля, что Вас побудило написать книгу об Иисусе Христе? Да, куча народу задаёт именно этот самый вопрос, такой традиционный, прямо как в «Мастере Маргарите». Что Вас надоумило написать роман на такую странную тему? Но Ваша книга же не роман. Слушайте, ну, был какого-то тоже не совсем роман, потому что там такое гигантское издание научной библеистики. И на самом деле в её основе находится, начиная от утверждений, откуда происходит главный герой, что он происходит из города Гамлы, окончая там фразой типа «Мы ели сладкие весенние бакуроты». Что такое бакуроты? А бакуроты – это слово «хабекара» – первородство. То есть, вот, например, Например, Иаков говорит Исаву «Мехра каём бекурот хали» – «продай мне своё бакуротство». Или, скажем, в 4 главе книги «Бытия», когда Айн и Кавиль приносят жертву, то Каин приносит «ми перееха адама», то есть от плодов земных, а Авиль, соответственно, приносит То есть бакуроты – это, в принципе, любые первоплоды, которые принесли в храм. Это, можно, кстати, сказать специально для Юрия Вяземского, который написал целый роман «Сладкие весенние бакуроты». И долго искал, что такое бакуроты, и нашёл, что это такие вот сладкие весенние финики. Это вот пример такого смешного языкового барьера, который абсолютно преодолевается, если человек читает оригинал. Так, давайте свяжнёмся к вашей профессии. Ну, собственно, это моя профессия есть, потому что, знаете, я ученица Вячеслава Селча Иванова. Он мне всегда пенял, что я занимаюсь делом эфемерным, в буквальном смысле слова. Знаете, как по-гречески газета «эфемерида». Вот что, я занимаюсь эфемеридами. Мой первый роман «Онклеарх и Гераклей», он вообще-то был, да, вот такое подражание греческому роману. Так что вопрос не так, как меня занесло в науку, а вопрос, как меня занесло в журналистику. И вы решили писать про христианство? У меня большие проблемы с термином «христианство», потому что вот есть термин «христианство», есть термин «последователи Иисуса», есть термин «церковь», который мы, как правило, по умолчанию употребляем приблизительно в одном качестве. И что, были последователи Иисуса, которые не считали себя христианами? Ну, 12 апостолов, например. Ну, в общем, потому что надо понимать, что слово «христианин», да, оно греческое, оно происходит от греческого слова «христос», то есть «помазанник». Соответственно, легко предположить, и можно даже с уверенностью утверждать, что те арамейско-говорящие последователи Иисуса, которые ходили по Палестине, слово «христос» не знали, они говорили или «машиях», или «машиях», а в зависимости от того, пользовались они и древнееврейским, или пользовались они и арамейско-говорящим. Слово «христианин» употребляется в Новом Завете всего три раза. Два раза оно точно вложено в уста врагов учения. Например, Павел беседует с царем Агриппой и говорит, ну, слушай, ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином. Соответственно, в Новом Завете нигде нет в качестве самоназвания слова «христианин». В нем употребляются другие самоназвания. Например, употребляются праведники, святые. А в нем употребляется слово «ревнители». Некий Иаков, статуса которого не называется, говорит апостолу Павлу, перед тем, как на него кинулась толпа, что вот смотри, сколько верующих в Иисуса, и все они ревнители, все они зелоты. Что, конечно, очень печально, потому что зелоты – это те самые люди, которые, согласно Восифову Флавию, начали иудейскую войну. И вот получается, что зелотами прямо в деяниях апостолов называются те люди, которые веруют в Иисуса. И зелотами прямо в деяниях апостолов – это не очень заметно в переводе, но это очень заметно в оригинале – называются те воинствующие иудеи, по которым по какой-то причине нападают на Павла в различных городах, к которым он приходит. Они, в частности, избивают его в Фессалониках, они избивают его до смерти, они изгоняют его из Листры, причём приходят к нему в Листру, за ним из Антиохии и Песидии. И хотя это, ещё раз повторяю, не видно в переводе, как раз в оригинале видно, что эти люди называются зелотами. То есть это не просто иудеи, это ревностные иудеи, которым не понравилось что-то в учении Павла. И даже в Иерусалиме, вот ровно на следующий день после того, как произошла эта встреча Павла с неизвестным человеком по имени Аков, который говорит, смотри, сколько верующих в Иисуса, и все они зелоты, сколько тысяч верующих. Подвергается Павел нападению толпы, потом появляется какие-то 40 мрачных террористов, которые дают клятвы не пить, не есть, пока не убьют его. К этому моменту Павла уже взяли под защиту римские власти. И в общем мы можем понять, что вот эти 40 прекрасных товарищей, они не имеют отношения к официальным иудеям, коль скоро они дают такие революционно-патриотические клятвы. И почему у Павла были неприятности именно с зелотами? Ну, причины их можно предположить, если учесть, что у Иисуса было два апостола с прозвищем Зелот. Один – это совершенно официальный Симон Зелот. Есть также Иуда Зелот, который значится в некоторых списках. Еще у него очень вероятно был апостол с прозвищем Сикарий. Это никто иной, как знаменитый Иуда Искариот. Еще у него был очень интересный апостол с прозвищем Петр, он же Симон, с прозвищем Бар Иона, то есть сын Ионы, который можно прочесть как Симон Бирьяна. А Бирьяна, Бирьяним во множественном числе, это, собственно, и есть те самые экстремисты. Это в буквальном смысле, кстати, слово переводится как экстремист, которые так в Талмуде называются те, кто у Иосифа Флавия называется Зелоты. То есть, в общем, если посмотреть, что у Иисуса, пророка любви и мира, в апостолах были люди с такими замечательными позывными, то мы все-таки можем предположить, что они гоняли Павла, ну, примерно как троцкисты-сталинистов за неправильную интерпретацию идей вождя. А вот если говорить о римских источниках, то Тацит и Плини Младшей нам с самого начала пишут о процессах над христианами. И вот все протоколы допроса христиан, которые дошли до нас, собственно, в составе подлинных деяний, они, как правило, начинаются со слов «ты христианин», и, что понятно, ну, как бы не спрашивать же, римляне, но «ты праведник». И, собственно, это я к тому, что вполне разумно предположить, что слово «христианин» было официальным римским названием секты, которая сама называлась, как я уже сказала, по-другому. А как же тогда звали последователей Иисуса в оригинале? Ну, вот я сказала, есть самоназвания «святые», есть самоназвания «праведники», есть самоназвания «ревнители», «кидашим», «цадаким», «канаим». Эти самоназвания, они имеют очень важную долгую сакральную историю в иврите, причем, что важно, что очень часто эта сакральная история, например, в случае слова «кидашим» – «святые», она не совпадает с ортодоксальным иудаизмом, потому что, собственно, святые так звали тех, кто был членом Совета Богов, так звали тех, кто был членом небесного воинства, то есть таких вещей, которые как раз в ортодоксальном монотеизме были совершенно запрещены. То есть, если предположить, вот как мы видим в Кумране, что святой человек – это тот человек, который может видеть Бога, который может возноситься на небо, который может даже становиться Богом, то, конечно, это очень сильно расходится с традиционным ортодоксальным монотеизмом, но зато возвращается к некоторым корням домонотеистического иудаизма, которые реально существовали и реально не прекращались, несмотря на монотеистическую цензуру. И в этом смысле, конечно, когда ранние христиане говорили, что мы правильно веруем в вашего иудейского Бога, а вы, евреи, веруете в него неправильно, ну, так как написано в послании примерно Варнавы, то, как ни странно, вот Варнавы и Юстин Мученик, они в чём-то были правы, потому что действительно ранние последователи веры в Иисуса, они сохраняли некоторые вполне, потом впоследствии утраченные, некоторые вполне аутентичные представления, видимо, восходящие к домонотеистическому иудаизму. Так, а слово «ревнитель» было неологизмом? Нет, слово «ревнитель» тоже очень древнее, слово «фтория» освященное, причём употребляется оно всегда строго по определённому поводу, «ревнители» – это те, кто истребляют язычников. Это Финеяс, это Пророк Илья, это Матафия Маковей. Ревность в данном случае по определению означает ревностное соблюдение иудейского закона. И вот, собственно, если цитировать по этому поводу Самуэла Брэндона, а вот как раз этим суровым ревнителям, которые были уверены, что Иисус придёт истребить язычников, позиция Павла, который уверял, что он пришёл, чтобы этих язычников спасти, ну, казалось просто верхом кощунства. Ну, и, кстати, к тому же мы знаем, кто был той главной фигурой, которая стояла за неприятностями Павла. И кто это был? Это был Иаков, брат Иисуса, по прозвищу Цадок, то есть праведник. У него было тоже прозвище, что у человека, который, по словам Иосифа Флавия, был основателем страшной четвёртой секты. Видимо, это такое было переходящее прозвище. Я до вашей книги не знала, что у Иисуса был брат. Откуда вообще? Ну, в общем, это понятное незнание, потому что если вообще считать, что такое Новый Завет, очень коротко определить. Вот что такое краткий курсовый КПБ? Да, это текст, который имеет своей целью вычеркнуть Троцкого из истории революции. А вот что такое Новый Завет? Это текст, который имеет своей целью вычеркнуть из истории христианства Иакова-праведника, Иакова-цадока, брата Иисуса. Более того, если вы помните, впоследствии забладала теология, согласно которой Иисус родился от девственницы. Ну, раз Иисус родился от девственницы, какой у него Бог мой брат? В этом смысле, вот, мне кажется, что вот эта история с девственницей, она, конечно, это такая теологическая история, которая отвечала вполне политическим целям, целям как раз вычеркивания Иакова-брата Иисуса из истории христианства. Тем не менее, мы довольно прилично знаем об Иакове. Во-первых, он упоминается в Новом Завете, я уже приводила замечательный пример, когда именно некий Иаков, без указания статуса, говорит Павлу про то, что смотри, сколько тысяч уверовавших, и все они зелоты. У нас есть письмо самого Павла, который еще не знал, что с ним будет происходить в будущем, и не знал, что с Иаковом будет происходить в будущем. И честно пишет, что когда он пришел в Иерусалим, он не видел, цитируя, никого, кроме Иакова-брата Господня. Это как бы очень хорошее свидетельство, потому что это подлинное письмо, но это письмо человека, который не заинтересован сказать то, что он сказал. Кроме того, есть куча всяких ортодоксальных историков, включая Гегисип, который писал в середине II века. Гегисип до нас не дошел, но он до нас дошел в пересказе и все веки Сарийского. Они рассказывают нам об Иакове, братья Иисуса, разные волнующие подробности, и в целом они сводятся к тому, что этот человек сурово соблюдал иудейский закон, суперсурово, он не пил мяса, не ел вина, он претендовал на статус иудейского первосвященника, и что его сбросили с остины храма по приказу Синедриона в 62-м или 63-м году. Причем эту же самую историю нам рассказывает уже самый наш объективный источник, Иосиф Флавий. Конечно, в современном понимании слова назвать Иосифа Флавия объективным источником нельзя, но чем богаты, тем и рады. Вот Иосиф Флавий нам как раз рассказывает тоже про смерть Иакова, которую он называет в иудейских древностях Иаков, брат Иисуса, называемого Христом. И он рассказывает две очень интересные вещи. Во-первых, он рассказывает, что после того, как Иакова сбросили со стены храма, то этот приговор и эта казнь произвела такой переполох в тогдашней иудейской элите, что, цитирую, лучшие и усерднейшие законоведы, бывшие в городе, поспешили откреститься от этой казни и на перебой побежали к новоназначенному римскому прокурору со словами «это не мы». И второе, что тот человек, который отвечал за эту казнь, это было первосвящение Канани, она свершилась по его настоянию. Вот сразу после этого началась активизация тех самых страшных сикариев, и сразу после этого сикарии украли у Анании сына. Вот совершенно замечательный рассказ, который показывает у Иосифа Флавия, что, конечно, Иаков, брат Иисуса, был очень важной фигурой, смерть которой перепугала до смерти иудейскую элиту. Они ничего не приписали к этому замечательному тексту? Вы знаете, они из нее кое-что вычеркнули. Мы это тоже знаем, потому что Евсеевики Сарийские неосторожно цитируют ту фразу, которую они вычеркнули, и звучит она так, что иудейская война началась из мести или в возместие, икесис, он употребляет слово, за смерть Иакова Праведника. Что, согласитесь, полный караул. Мы понимаем, почему мы потом вычеркнули эту фразу, потому что, ну как, иудейская война началась из-за страшных зелотов и сикариев. А если они за кого-то мстили, этот человек должен был быть главой их секты. Значит, если Иаков Праведник, брат Иисуса, возглавлял вот эту самую страшную секту, и месть за него была причиной восстания, то каким образом Иисус мог быть пророком миру и любви? Вот как в анекдоте, да, про Брежнева. Мы не знаем, кого везут, но за рулем Брежнев. То есть у вас получается, что Иисус был руководителем тогдашнего ИГИЛа? Я утверждаю три вещи. Первое, что организация, которую возглавлял Иисус, была организацией ревностных иудеев, святых и праведников. Взгляды ее сильно отличались от ортодоксального иудаизма. В этом смысле в ней было множество заимствований из веры в Яхве в том виде, в котором она существовала до монотеистических реформ. И это казалось, например, возможности человека стать святым, увидеть Бога, стать Богом, подняться на небо. Второе, я утверждаю, что эта организация не была маленькой. Ее трудно назвать единой, потому что, как мы знаем, скажем, на примере тех же троцкистов и сталинистов, такого рода фанатические секты, они всегда обладали способностью быстро разделяться на фракции. Но фракция под руководством Иакова праведника, вероятно, была очень большой. И третье, это очень важная вещь, которая говорится в книге, я полагаю, что эта секта начала существовать еще до Иисуса. Не то, чтобы очень задолго, но все-таки не позднее сороковых годов до нашей эры. И во главе ее успело смениться некоторое количество мессий из дома Давидова. И что до вас об этом никто не догадался? Нет, почему же, наоборот, часть этих тезисов абсолютно не нова. Вот тот же самый тезис о том, что Иисус Христос был плоть от плоти иудейского миллионаризма и проповедовал исключительно евреям. Она впервые прозвучала в 18 веке в заметках Реймаруса. Со времени книжки, которая называется Иисус и Зилоты, то есть там было целых три книги, но Иисус и Зилоты Самойла Брендана из них самая лучшая. Кстати, он священник был. Ее преподают даже в некоторых протестантских семинариях. Так что тут я не претендую на региональность совершенно. Из ваших книжек в протестантских семинариях преподают, что Иисус был малоизвестен. Да, это вот как раз так называемая теория маленького ручейка, которая на самом деле, как мне кажется, начинается в принципе с человека, который очень редко считается основоположником библистики, но который сыграл внеогромную роль, это с Вольтера. Потому что когда Франсуа Мария Ауре Вольтер пытался противопоставить Иисуса Церкви, он наговорил с учетом... Он, кстати, он, конечно, был не только писатель, потому что Вольтер был в духе того времени абсолютно такой полеученый, человек, который очень много интересовался историей христианства и человек, который заметил, что очень мало римских источников того времени о христианстве. Из этого он сделал вывод, что да, Иисус был совершенно неизвестен ранним этим... Что Иисус был совершенно неизвестен императорам в первом, и даже в втором, и даже в третьем веке, что уж совсем точно неправда. И вот речь шла о том, что да, вот был такой маленький ручеёк, и эту историю очень быстро подхватили в XIX веке. Ещё в XIX веке Павла стали называть вторым основателем христианства. Это, например, говорил протестантский теолог Вильям Вреде, что вот да, была какая-то такая маленькая иудейская секта, которой никто не знал. Но вот потом, значит, пришёл Павел, перевёл Иисуса на греческий, и тут-то всё, значит, начало разливаться в большую и широкую реку, и, естественно, возникает у любого нормального человека, который-то слышит вопрос, а зачем Павлу, который был человек сложный, человек метущийся, человек очень нетривиальный, зачем ему было переводить на греческий и пропагандировать какого-то никому неизвестного пророка? Вот почему ему в таком случае не объявить было мессией себя? Потому что, ну, в общем, мы знаем по законам литературного жанра, сиквелы и приквелы, они пишутся к популярным книгам. Вот никто не борёт книгу там товарища Пупкина и пишет, что всё было по-другому. А в этом смысле возникает второй вопрос, который я уже только что озвучивала. И, собственно, если Иисус был так мал и неизвестен, то кто же те были зелотствующие иудеи, которые так придирались к Павлу, судя по всему, именно из-за его интерпретации учения Иисуса? А в этом смысле, конечно, да, я говорю сильно другое, чем то, что говорит протестант. Я бы сказала, да, вот такой вот абсолютно минстримовские вещи, которые, как я уже сказала, преподаются даже в семинариях, потому что, вот опять же возвращаясь к тому Вольтеру и к той самой протестантской библистике, которой очень приятно рассказывать о том, что Иисус существовал сначала, а потом пришла злая церковь, вот страшная организация, которая переначала его месседж, сделала из религии, любви и мира вот такую вот нехорошую тоталитарную организацию. И давайте мы вернемся к чистому месседжу Иисуса. А в этом смысле я, пожалуй, согласна с позицией католической церкви, которая утверждает, что церковь существовала с самого начала. Более того, я считаю, что она существовала еще до Иисуса. И, собственно, вот одна из вещей, которая обеспечила живость, выживаемость учения, это как раз была хорошая теократическая организация, потому что как только у вас организация есть, например, там, не важно, это церковь или это компартия Китая, то она может менять месседж бесконечно, как, кстати, меняла его церковь, потому что христианство было религией с непредсказуемым прошлым, у нее постоянно менялись символы веры, и то, что во II веке было мейнстримом, в V веке становилось ересью и наоборот. А вот церковь, как организация, действительно всегда существовала, и я не могу сказать, что этого тоже никто не говорил, потому что, например, есть книга, на которую я много ссылаюсь, это книга Роберта Эйзенмана «Иаков, брат Иисуса», она как раз посвящена фигуре Иакова-праведника, но Эйзенман очень много пишет об Иакове и, опять же, не задает вот того вопроса, который, естественно, задается. А если эти два персонажа были так важны, сначала Иисус и потом Иаков, были ли они первыми? Переходим к вопросам читателей, а также к отзывам различных специалистов. У нас тут есть вопрос читателей, и прежде чем задавать вопросы читателей, я хотела бы озвучить некий месседжер специалистов. Вот у нас есть священник Константин Пархоменко, записавший на YouTube обращение о вашей книге, говорит в вашей книге все неправда и возмущается тем, что латынина относится к Евангелиям как к литературным текстам. Ни в коем случае. Я к ним отношусь не как к литературным текстам, а как к пропаганде. А пропаганда отличается от литературных текстов, в частности, тем, что когда Джордж Мартин пишет «Икру престолов», то никто не верит в то, что Вестерос действительно существовал. А когда пропагандистский текст утверждает даже самые неправдоподобные вещи, например, когда в «Деяниях Иоанна», это такая апокрифическая книжка, рассказывается, как Иоанн еще в первом веке, апостол, разрушил храм Артемида Ефесской. Вот просто взял бум и разрушил. То это очень показательная вещь, потому что это значит, что часть христиан, в данном случае община Иоанна, она вот в это дело свято верила. Это было для них священное описание. Они в это верили так же, как в то, что Иисус воскрес. И вот еще раз повторяю, пропаганда, она всегда очень значима, потому что даже если пропаганда не говорит о том, что происходило на самом деле, она всегда очень серьезно говорит о том, во что именно верила община, которая верила данной пропаганде. Так, вот у нас другой есть отзыв от Глеба Ястребова. Он, наоборот, обвиняет вашу книгу в том, что она основана на устаревших данных. Цитирую. Она полвека назад смотрелась бы архаично, ни с чего не видно знакомства с современной литературой, полистала Эрман, но плохо поняла. Спрашивать у нее полемики, скажем, с трудами Красана, Майера, Кинера или Перво. Кинера и Перво. Так же наивно, как кафе «Молочная ласточка» была манжезом, ананасом. Конечно, латынина не библеист. Ну, все-таки, знаете, с тех пор, как... Очень трогательно, потому что с тех пор, как религия любви и мира потеряла самый надежный способ убеждения – костер. Вот кто посомневается, что это религия любви и мира, тот отправляется на костер очень надежно. И приходится какие-то вторичные вещи использовать. Мне ужасно нравится этот набор аргументов. Устарело, не соответствует научным новейшим достижениям. Ну, прямо так вот из себя представляется. Такой в XVI веке какой-то мужик мрачный писал в монах, что Иисус был иудейским пророком ненависти. Но вот новейшие ученые в XXI веке поняли, что это не так, и доказали. И, конечно, вот это такой вообще способ говорить, способ уйти от обсуждения проблемы, сказав, что на этом устаревшая точка зрения. Если говорить о совершенно конкретных людях, то, во-первых, я ничего не имею против Ричарда Первого, в отличие от американской юстиции, которая судила его за детскую порнографию. Прекрасный ученый, я во втором томе много его использую. Он писал в основном о деяниях апостолов. А что касается остальных прекрасных новейших ученых, ну, я там не буду спорить насчет того, почему Джон Майер, который пишет в 90-е годы, 80-е и 90-е, это новейшая наука, а Эйзенман, который пишет в это же самое время, это вот какой-то средневековый отстой. Но я хочу обратить внимание слушателей на одну замечательную вещь, что книжка Майера – это книжка, в которой утверждается, с серьезным выражением лица, что Иисус Христос совершал чудеса, или точнее, что совершение Иисусом чудес, отвечает, цитирую, критерию историчности. Претендуется, что Иисус действительно совершал чудеса? Это научное исследование? Вы знаете, там сообщается примерно так, что он мог совершать чудеса, и эту гипотезу не научно отвергать с самого начала, как неуместную. Но в этом смысле другой человек, который тут упоминается, Крейг Киннер, он пошел еще дальше, потому что он целый том написал, который называется «Чудеса достоверности сведений Евангелии». Два тома. А значит, я лучше даже процитирую. А значит, новейшая концепция Крейга Киннера, она заключается, цитирую, в том, что сверхъестественные объяснения должны быть приняты среди ученых во время дискуссии наряду с другими гипотезами, которые так часто обсуждаются. А утверждение о том, что Иисус не совершал чудес, это предубеждение западных «anti-supernaturalists». Я аж даже не знаю, как это перевести. «Анти-сверхъестественников». Но оно недостойно нашего просвещенного времени. И вот господин Киннер, как действующий профессор семинария, очень остроумно разоблачает эти устаревшие представления ученых времен просвещения о том, что чудес не было, и объясняет нам, что это совершенно ненаучный подход заранее исключать сверхъестественные объяснения, если есть только свидетелей. Кстати, вот все эти прекрасные ученые с их новейшими достижениями, они, конечно, по случайности или священники, или хотя бы преподают теологию. И то есть это считается новейшими научными достижениями? Ну вот, если кто-то в этом сомневается, то нас поведают устаревшие взгляды, опровергаемые новой прогрессивной генерацией ученых. В других книжках тоже считается, что Иисус совершал чудеса? Нет, не во всех, потому что у них разнобой по этому вопросу. Да, они должны как-то договориться это с собой. Горшок не брала или горшок вернула. Потому что другой из упоминавшихся товарищей, Кроссан, он как раз идет по противоположному пути, предложенному Бультманом. Это был такой человек, который пытался сделать из Иисуса экзистенциалиста, который объяснял, что совершение чудес не важно, а важно, значит, керигма, которую проповедует Иисус. И у Кроссана Иисус – это такой киник, древнееврейский киник, хиппи, который учил любить друг друга людей. Не совсем понятно, почему его распяли, потому что, в общем-то, как-то случаев распятия киников римлянами не зафиксировано. И я даже специально процитирую эти прекрасные слова. Это такой перевод Евангелия на язык современного постмодернизма и экзистенциализма. Цитирует, «Царство Божие было для Иисуса общиной радикального непосредственного равенства, в котором индивидуумы находятся в прямом контакте друг с другом и Богом, без всяких назначенных истеблишментом, посредников или фиксированных мест». И что в этом плохого? То, что «царство Божие» – это такой технический термин. Это вот как диктатура пролетариата у Владимира Ильича Ленина или оборонительный джихад у Бен Ладена. И в иудейском, даже не миллионористском словаре той эпохи «Царство Божие» обозначало совершенно одну определенную вещь – присутствие Божьего порядка на земле, полное уничтожение язычников, полное изменение физической природы, в ходе которой праведники получают жизнь вечную, получают древо жизни, которая будет расти около престола вечного царя. И если для Иисуса «Царство Божие» означало что-то другое, то все-таки ему бы неплохо было объяснить это апостолам, когда он их просылал у Марка проповедовать, что открылось «Царство Божие» по городам галилейским. Потому что, ну согласитесь, они могли его не понять, если они не знали других значений этого термина. То есть он говорил, что «Царство Божие не от мира сего». Не-не-не, стоп! «Царство Божие не от мира сего» Иисус говорит Евангелие от Иоанна. «Царство Божие внутри нас» Он говорит Евангелие от Луки. Это все достаточно поздние тексты по сравнению с Евангелием от Марка, в котором никакого разъяснения о том, что такое «Царство Божие» не наблюдается. Кроме того, что Иисус говорит «Проповедуйте, что Царство Божие пришло». Оно фигурирует в Евангелии от Марка, как всем известный термин, что, собственно, в этом смысле рассуждение красана. Это, знаете, вот как бы если бы кто-то писал о Владимире Ильиче Ленине на работу и заявил бы, скажем, что под диктатурой пролетариата Владимир Ильич подразумевал трансцендентальное преодоление антологической сущности неравенства. И я должна сказать, что для того, чтобы знать что значил термин «Божие» в иудейском словаре той эпохи, совершенно необязательно читать Юлию Латынину, можно читать другого профессора семинария, не такого замшелого, как Киннер, Крейга Эванса, например, читать. То есть мы сейчас говорим о богословских трудах или мы говорим о научных трудах? Ну, в этом наша проблема, что мы говорим о трудах, которые на самом деле являются богословскими, но которые отчаянно маскируются со всем этим жаргоном под научные. И это, конечно, к сожалению, вещь, которая показательно говорит о состоянии современной библеистики, не только российской, но и западной, потому что речь идет о нишевой дисциплине, в которой работает огромное количество людей, которые заинтересованы в том, чтобы рассказывать, какой был имисус замечательный пророк, совершавший чудеса, или наоборот, учивший экзистенциальной киригбе бытия, потому что это тезис, который востребован в семинариях, в которых они преподают. Если они будут преподавать совсем нехорошие вещи, то их из этих семинариев выгнут. Соответственно, очень многое из того, что публикуется как научная работа, ну вот, например, как «История с чудесами», конечно, оно просто нарушает стандарты, принятые в других научных областях. Еще одна вещь, которая вам предъявляет, это то, что вы пользуетесь неканоническими источниками. Вот я опять же цитирую священника Пархоненко, «Воедино соединены тексты канонических Евангелий, часто перевранные, заодно какие-то еретические тексты, заодно какие-то бредовые, совершенно сектанские тексты, и все это перемешано. Иногда ловишь себя на мысли, что я бы никогда в жизни постеснялся такие мысли, даже если бы они у меня были, я бы их постеснялся транслировать». Ну вот это, конечно, прекрасная фраза, да, вот даже если бы эти мысли у них в бой были, он бы постарался, постеснялся бы их высказать. Должно сказать, что как, нет, не покажется странным священнику Пархоменко, источники не делятся на канонические и неканонические, хотя, конечно, это славная история, которую можно подкинуть Мединскому, вот можно сказать, что, знаете, вот есть версия подвига 28 панфиловцев, которая напечатана в газете «Правда». Она является канонической, мы ее будем обсуждать, а все остальные документы, включая документы архивов, мы, значит, считаем неканоническими, обсуждать не будем, а будем их считать еретическими. Кроме того, я должна огорчить священника Пархоменко, что для того, чтобы заметить воинственный характер месседжа Иисуса, совершенно не нужно прибегать к неканоническим источникам, потому что он и характер был замечен еще, собственно, с уже цитировавшимся мной Реймарусом еще в XVIII веке, ровно когда настала пора рассуждать свободно, и Реймарус обратил внимание на самые простые вещи, которые были связаны даже не с тем, что произносил Иисус, а с тем, что он делал, потому что Реймарус сказал, стоп, ребята, тут пришел какой-то чувак в город, который, в общем, управлялся римлянами, сказал, я царь иудейский, вернее, ему сказали он царь иудейский, по версии Евангелия, он типа не хотел, он не хотел, как раб на галерах, он отказывался. Вот, он вступил в город, как мессия на осле, в соответствии с пророком Захарией, ему бросали под ноги пальмовые листья и кричали «Осанна!», что, кстати, один из вариантов, один из вариантов этого перевода, этого слова, это арамейское просторечное «Освободи нас!», то есть толпа ему орала «Свобода или смерть!». Ему орали, что он царь Израиля, потом он пошел устроил погром во храме, потом его взяли и распяли. «Скажите, пожалуйста, – сказал Брэндон, – а что же это такое описывается, как непопытка восстания, так вот, если не придерживаться версии адвоката?» Ну, Брэндон… Ой, простите, с Римарус, я говорю о Римарусе. Ну, Римарус тоже, как я уже сказала, что именно поскольку он пользовался каноническими источниками, он вот считал, что эта попытка восстания не удалась, потому что она была предпринята негодными средствами, и Иисус-то думал, что сейчас все к нему сбегутся, а получился маленький пшик. Собственно, Самуил Брэндон сделал то же самое, уже цитировавшийся мной, это абсолютно великая книга, причем она была написана тоже исключительно на каноническом материале, и по одной простой причине, потому что в 30-х годах был человек, которого звали Роберт Эйслер, который написал, на мой взгляд, абсолютно великую книгу, которая называется «Иисус-Мессия», и в этой книге он очень много пользовался источником, действительно неканоническим, супер неканоническим, который тоже очень люблю я, и которым пользуюсь, который называется «Славянский Иосиф». Это вариант текста Иосифа Флавия об Иудейской войне, который тоже имеет очень большое количество христианских интерполяций, но который сохранялся в другой среде, который, как ни странно, сохранился на Руси, в чем нет ничего удивительного, потому что на Руси сохранялось довольно много разных текстов, которые не сохранились в других местах. Мы же не удивляемся, когда мы некоторые манихейские тексты читаем исключительно по китайским источникам. Так вот, поскольку Эйслер пользовался неканоническим источником, то его жили со света. Вот ровно с этими словами, да что там эти самые какие-то там русские в 16 веке написали. И Брэндон поэтому пользовался исключительно каноническими евангелями, и эта книга абсолютно убедительна, просто, естественно, я ее не повторяла. И просто чтобы показать, почему нам даже не нужны, собственно, неканонические источники, я вот хочу вас одну простую вещь спросить. Вот что нам известно об Иисусе Христе, вот даже если человек неподробно изучал текстов Евангелии, и не помнит там фразы типа «но мир я принес, но меч», не помнит фразы «огонь я пришел не звести на землю», а вот что он помнит об Иисусе Христе совершенно точно, вот он заходит в церковь, он это видит, что его распяли. Ну, в общем, да, его распяли, его распяли римляне. На кресте над ним они написали в качестве формулировки вины царь иудейский, что исчерпывающая формулировка вины, потому что провозгласить себя царем иудейским с точки зрения не только римского, но и других многих государств, без ведома этого государства, было восстание. Вот вопрос, в этот момент, согласно Иосифу Жафлавию, провинция кишела террористами. Вот какая муха укусила римлян, что они распяли в ней проповедника мира и любви, которого они должны были ну просто на руках носить, как они потом носили Павла. Ну, допустим, было им не досуг разбираться. Окей, хорошо, Пилату было не досуг разбираться, он плевал на местного проповедника, а это была ужасная судебная ошибка, человек вошел в город под крики «Да здравствует царь иудейский», потребовал от своих приверженцев, что всех, кто не хочет, чтобы я царствовал, схватывайте и убивайте передо мною, заявил «Огонь я пришел не звезти на землю», это все был мирный пророк, оклеветный Синедрионом. Вопрос следующий тогда, за что преследовали христиан? Потому что они отказывались поклоняться римским богам. Но евреи тоже отказывались поклоняться римским богам. Римляне были, ну, в общем, не такие идиоты, они понимали, что если человек говорит, что у него бог один, то им было вполне достаточно, если евреи приносили в своем храме, не поклоняясь императору, жертвы за здравие императора. Вот в этом смысле римляне – это абсолютно предельно терпимая страна. За все время существования Рима было запрещено в ней две религии. Один раз Сенатус Консульт еще во II веке до н.э. запретил празднество в честь Диониса, представьте себе. Другой раз запретили религию кельтов. Оба раза их запретили за абсолютно одно и то же, не имевшее никакого отношения к собственной религии, за человеческие жертвоприношения. При этом, естественно, когда в Акханалии перестали происходить с участием человеческих жертвоприношений, то они снова были разрешены. Еще, опять же, был запрещен некоторое время иудаизм, он был запрещен после восстания Бар-Кагбы, опять же, не за то, во что они верили, а за то, что они делали. Да, вот, соответственно, возникает вопрос. Если предельно веротерпимое римское государство, которое не запрещало верить там во что угодно, во Христа, в пряник, в кошку, в мышку, да, почему они запретили христианство, причем, судя по всему, в очень жестокой форме, потому что, когда мы читаем протоколы допросов христиан, которые дошли до нас в большом количестве, потому что они легли в основу многих подлинных деяний святых, то первый вопрос, который задается христианину, это как раз «ты христианин?». Да, соответственно, так не бывает. Вопрос должен стоять не так, чем руководствовались римляне, запрещая христиана, должен стать так. А что сделали христиане, что римляне их преследовали? А что тогда у нас получается на горный проб в видео? Она позднее? Вы знаете, для начала мы должны понимать, что события всегда важнее объяснений и толкований. Иисус Христос был распят как царь иудейский. Абсолютно терпимая империя преследовала его последователей, причем преследования эти начались еще в тот момент, когда на территории иудеи вовсю орудовали страшные зелоты. И согласитесь, что если бы христиане в этот момент были миролюбивы, то римлянам бы следовало их на руках носить, а преследовать как раз зелутов. То есть Иисус Христос любить своих врагов не призывал? Вот давайте по порядку. Вот есть текст некого письма императора Марка Аврелия. И в этом письме император не более не менее сообщает, что своей победой над гермальцами он был обязан христианам, которые помолились и вызвали дождь, который вовремя пошел. И кроме этого в этом письме он приказывает убивать врагов христиан. Является ли этот документ подлинным? Нет. Правильно, не является. Почему? Потому что все, что мы знаем об императоре Марке Аврелии, свидетельствует, что он не мог об этом написать. Кроме того, у нас есть другие христианские оговорки, свидетельствующие о том, что Марк Аврелий преследовал христиан. Он написал по крайней мере два документа, которые предписывали предавать христиан смерти. Христиан, а не их врагов. Но это я к тому, что вот это не единственный христианский текст подобного рода, потому что у нас есть множество текстов. У нас есть доклад Понтия Пилата Тиберию о том, что он нечаянно распял Бога. И честно, Понтия Пилат в этом докладе пишет, что этот человек совершал чудеса, не человек, а Бог совершал чудеса, и воскрес на его собственных Пилата глазах. У нас есть аналогичный доклад Понтия Пилата о императору Клавдию. Видимо, Пилат запамятовал, кто у него император. У нас есть аналогичный доклад императору Теодору. Ну, мы не знаем такого императора, христианским историкам, видимо, виднее. У нас есть совершенно дивная переписка Павла и Сеники. У нас есть рассказ о том, как импапостол Петр обратил в христианство Нерона и его двор. У нас есть распоряжение Тиберия уничтожить евреев за то, что они распяли Христа. Кто всё это писал? А, это писали христиане. Это были вовсе не маргинальные документы. Это документы, на которые ссылаются отцы церкви. Вот письмо Марка Аврелия, на него приложено к апологии Юстина. На доклады Понтия Пилата ссылается Тертулиан. И, собственно, почему я говорю об этих текстах? Потому что, ну, естественный вопрос. Вот если христиане за Марка Аврелия, за Ирода, за Понтия Пилата, за Сенику, известных исторических персонажей, писали такие прекрасные тексты, то какие же тексты они могли написать за тех людей, о которых, собственно, никто, кроме христиан, не знал? Сколько значит достоверно Нагорная проповедь? Ну вот, давайте тогда еще рассмотрим еще одну историю. Есть Талмуд. Талмуд сообщает, что Беркад Хаминим, то есть молитва, которая включает в себя проклятие еретикам, она была принята фарисеями после конца Иудейской войны, в Явне, после разгрома Зелотов и Сикариев. И, в общем-то, если немножечко огрублять, то еретики, которым произносилось проклятие, это как раз иудействующие последователи Иисуса. Естественный вопрос, зачем достопочтенном рабе сразу после разгрома Зелотов и Сикариев принимать проклятие против никому неизвестного, а главное, мирного движения? А возникает вопрос, естественно, является ли Талмуд в данном случае достоверным источником? Похоже, что не является. Ну, я бы сказала, да, что если бы это было в одиночестве у Талмуда, то это не было бы, не совсем является Талмуд достоверным источником, но у нас есть второй источник, называется Евангелие от Марка. Написан тоже сразу после конца Иудейской войны. И я хочу вам обратить внимание, что в нём специально есть длинный спич Иисуса, который подтверждает, что его последователи сразу после восстания будут преследовать. Цитирую, «Вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и будете ненавидимы всеми за имя моё». Более того, в этом документе тоже сообщается, что повстанцы в Иудее говорили имени, а именно от имени Иисуса. Он в нём говорится, «Ибо многие придут под именем моим и будут говорить, что это я, и многих прельстят». Вопрос, является ли Марк достоверным источником? Ну, в данной ситуации... Да, наверное, с этого цена является достоверным источником, потому что мы имеем текст, написанный после конца восстания. Главная задача этого текста – отделить Иисуса от Иудейской войны, сказать, нет-нет-нет, он имеет ничего общего с этими нехорошими людьми, которые приходили, и дальше Марк запинается и вынужден признать, что они приходили от его имени. И что вынужден он признать, что этих последователей Иисуса преследовали в судилищах и били в синагогах. То есть мы имеем уже два независимых источника, один – Талмуд, и другой – Марк, и не нам говорят одно и то же. Соответственно, это уже серьёзней. Допустим, что это серьёзней. У нас есть третий источник – Евангелие от Иоанна. Она написана гораздо позднее, чем Марк, принадлежит другой традиции. И в нём есть такая очень любопытная история. В нём Иисус постоянно предрекает пришествие на землю некоего утешителя, по-гречески это парахлет. Он говорит, что этот утешитель, цитирую, будет «дух святой, которого отец пошлёт во имя моё». Называет его духом истины, который будет свидетельствовать обо мне. Говорит, умолю отца, да даст вам другого утешителя, и пребудет с вами навек. Соответственно, у меня вопрос. Не помните ли вы, как звали мессию четвёртой сектой страшного вождя Сикариев, который захватил Иерусалим, объявил себя царём и, собственно, и был убит в самом начале восстания? Это Минахим? Это Минахим, правильно. А вы знаете, как имя Минахим переводится с арамейского? Нет, не знаю. Утешитель. То есть какая-то неприятная история. Да, Иисус Иоанн предрекает пришествие некоего утешителя, тот приходит и оказывается кровавым головорезом. И напомним, что тогда Мессия, поскольку, естественно, Минахим объявился о Мессии, и Минахим объявился о помазанникам, царём, согласно тогдашней иудейской представлениям о прекрасном, этот Мессия мог происходить только из дома Давидова. То есть у нас, у Иоанна говорится, что придёт некий утешитель, а у Марка говорится, что в то самое время, когда пришёл Минахим, восстанут лжи Христы и лжепророки, чтобы прельстить избранных. То есть у нас две разных традиции, и согласитесь, большая вероятность, что тот, кто у Марка называется лжи Христом, у Иоанна, принадлежащего к другой традиции, называется утешителем. То есть вы уверены, что это не натянуто, что утешитель один и тот же? Нет, абсолютно не уверена. Если бы это, опять же, была единственная точка триангуляции, это было бы натянуто. Но у нас есть ещё одна замечательная история. У нас есть всё тот же упоминавшийся многие гисип, который, опять же, в пересказе всей веки Сарийского сообщает нам, что сразу после конца восстания римляне, веспасиан в частности, преследовали дом Давидов, и в результате погибло несколько родственников Иисуса. Последний из них был казнён уже при Троянии, это был Семён Барк-Леопа. Раньше возникает вопрос, что, согласитесь, сразу после конца восстания римляне должны были преследовать родственников того мессии, который был Минахим, который был утешитель. И если одновременно почему-то при этом погибали родственники Иисуса, то у нас возникает ещё одна точка триангуляции, которая позволяет нам предположить, что родственники мессии Идахима похожи были также родственниками Иисуса. Давайте вернёмся к Нагорной проповеди. Ну да, кстати, у нас несколько вопросов, мы так это самое беседуем тут сами, да, мы как-то забыли про вопросы слушателей, но мы, может быть, отдельно сделаем отдельную историю про вопросы слушателей, потому что тут у нас как-то так самих пошло. Но, понимаете, Нагорная проповедь, я хочу сказать, что вот Владимир Владимирович у нас тоже постоянно произносит Нагорную проповедь, и всё время объясняет, как он любит своих врагов, но только вот они его ненавидят. И вообще в истории есть большое количество учений, которые рассказывают, как они любят своих врагов, а только вот эти годы их ненавидят. Вот коммунизм у нас всё время стремился к миру, но просто вот империалисты хотели стестрелять его с лица земли. Вот исламисты у нас сейчас всегда рассказывают, что вот абсолютно мирный ислам, только вот всё время там какие-то в США а то взрывают башни близнецы, чтобы обвинить мирный ислам, то ещё что-то. Не знаю, знаете ли вы, но Гитлер тоже был очень большой сторонник теории, что бедная жертва, которую обидели кровавые евреи. Так вот я говорю, что вот с моей точки зрения Нагорная проповедь, то есть самый простой ответ, кстати, ответ, который давали там Брэндон и Римарус, заключается в том, что типа Нагорная проповедь была написана, это текст, который, естественно, которого нет у Марка, о котором Марк не знает, потому что Иисус у Марка не знает, что надо любить своих врагов. Иисус у Марка прямо отвечает молодому человеку на вопрос о том, что надо делать, говорит, вот, люби ближнего как самого себя, иной, большей сик заповеди нету. То есть он не знает, что надо любить своих врагов. Это придумал кто-то потом, Павел или кто-то ещё. Это традиционный ответ, я бы сказала, традиционный ответ библеистики, даже Брэндона. Я бы сказала, что это, на мой взгляд, не совсем так, потому что вот это представление, что вот мы любим своих врагов, а они нас ненавидят, оно могло существовать действительно очень рано, как оно существует для целого ряда движений, которые считают себя окружёнными врагами. А вот в этом смысле, на мой взгляд, конечно, вот такое не очень естественное утверждение, любите своих врагов. Это утверждение агрессора, считающего себя жертвой, который говорит, вот я люблю своих врагов, но они, суки, всё равно будут гореть в гиене огненной, потому что они меня не любят. Вот Будда не призывался любить своих врагов, я думаю, что Будда бы сказал просто, что у меня врагов нет. То есть Иисус произносил, не произносил Нагорную проповедь, как бы всё потом. Ну вот у меня такой вопрос. Вот Иисус соблюдал иудейский закон? Ну, вы говорите, что соблюдал. Ну, мы можем быть твёрдо уверены, что Он соблюдал иудейский закон, причём мы можем быть твёрдо уверены по двум причинам. Потому что, во-первых, существовало огромное количество последователей Его, которые именно что соблюдали иудейский закон, начиная с Его брата, уже упоминавшегося. Ну, эволюция не движется в обратном направлении. Если бы Иисус лично сказал, что Я не соблюдаю закон, вряд ли бы появилось большое количество людей, которые, будучи Его учениками, Его соблюдали. Кроме того, у нас есть текст самого раннего Евангелия от Марка, и в нём Иисус соблюдает иудейский закон. Он его не нарушает. А как насчёт исцеления больного в субботу? А это не является нарушением иудейского закона, согласно Талмуду и Тасевте, которые разрешают лечить глаз в субботу. Это дебатируемая часть закона, но это закон. Именно глаз? Глаз в широком смысле. Это цитата. Лечить глаз – это цитата. Он ещё там что-то… Что-то ещё нарушает в субботу? А он колоски, его ученики идут полем, растирают колоски и едят. Что опять же не является нарушением закона, потому что то, что запрещается в субботу, специально делает разъяснение Талмуд, это если вы собираете урожай с помощью серпа, и вот это по-серьёзному. А если вы голодный и даже ничего не готовите из этого зерна, а просто растираете и едите, то это вполне возможно. То есть я обращаю ваше внимание, что хотя позднейшие христиане, поскольку они очень плохо разбирались, собственно, в иудейском законе, считали это нарушением субботы, и говорили, ну вот как же, вот тут прямо так, то автор Евангелия от Марка, во-первых, он очень хорошо знал иудейский закон. Он пробирался по дебатируемым кускам, делая вид у своих, создавая вид у своих слушателей, что Иисус был хозяин закона, а не слуга, что, кстати, было правильно. Но даже автор Евангелия от Марка та нам говорит, что не осмеливается впрямую написать, что Иисус нарушал закон. И, собственно, я почему это говорю, что у нас есть два главных утверждения нынешних христиан, что Иисус пришел, чтобы отменить иудейский закон. И второе, что он проповедовал миру любовь. Ну вот достоверность первого утверждения нулевая, соответственно, возникает вопрос, ну как высока достоверность второго? Потому что, в конце концов, вот у Орвелла написан, описан мир, который существует всего 70 лет и переписывает все свои газеты. А христианство в этом смысле руководило, было монополистом на знания, на письменность в Европе почти тысячу лет. А за это время христианство умудрилось просто запретить грамотность у мирян. Поэтому к 7-8 веку дело обстояло таким образом, что просто те люди, которые были грамотные, они просто сидели в монастырях и могли переписывать, вот как они хотели. У нас есть совершенно замечательная история. В Византии был такой монах, его звали Симеон Метафраст. Он, собственно, занимался вот ровно тем, что Орвелла у Министерства правды, он переписывал существующие христианские тексты в соответствии с новой теологией. А вот возникает вопрос, какое количество текстов было уничтожено, и возникает такой нехороший вопрос. Но вот вы представьте себе, вот там, 22 век, в Европе торжествует ислам, ну и что мы услышим о Бен-Лагнане, кроме того, что он был проповедник «Мира и любви», что вот ни за что его грохнули проклятые американцы. И надо понимать, что те языческие источники о Бен-Лагнане, которые до нас дойдут, это будут вот там фильмы типа того, как вот американцы сами устроили 11 сентября. Какой процент грамотных был в Римской империи? Грамотных в Римской империи было дофига. Грамотных в Римской империи было настолько, что вот рабочие, которые на стройке написывали кирпичи, они их надписывали. Грамотных в Римской империи было столько, что когда люди посещали бордели, да вот сейчас народ радуется, он заходит в какой-нибудь помпейский бордель, да и видит, что там на стенах масса высказываний на тему, скажем так, видно, что авторы этих высказываний не являются глубоко интеллигентными людьми, которые принадлежали к эксклюзивным слоям общества. Грамотность Римской империи колеблется по разным оценкам, разная, но, в общем, скажем так, она была очень высока. А грамотность в средневековой Европе, в раннесредневековой, была такая, что Карл Великий не умел писать. Можете себе представить, что Юлий Цезарь не умел писать. То есть, еще раз повторяю, в этом смысле вопрос о монополии на информацию был решен жесточайшим образом. И, конечно, когда нам сейчас говорят, что подлинный Иосиф Флавий это тот канонический Иосиф Флавий, который мы имеем, а не тот славянский Иосиф, о котором я упоминала, и который, еще раз повторяю, тоже носит на себе следы христианского вмешательства, то возникает вопрос, ребят, ну как вы, вы серьезно? Книжка, которая переписывалась в основном христианами, потому что Иосифа Флавия евреи не любили, он был предатель Родины. А римляне не считали, что этот историк заслуживает внимания, потому что, ну это был такой варварский историк, который писал много глупостей с точки зрения Рима и не дотягивал, конечно, до уровня Тацита или Солюстия хотя бы. То есть это текст, который переписывался в основном христианами. Мы просто знаем, что христиане вмешивались в этот текст. Я уже привела вам случай, когда они выкинули из него скомпрометирующую брата Иисуса фразу. Мы знаем, что христиане вписали в этот текст так называемый «тестимониум флавианум», в котором Флавий рассказывает об Иисусе примерно теми же словами, которые потом вошли в никейский символ веры. Но, видимо, это примерно тогда было и написано. Или, скажем, мы знаем, что христиане, мы точно понимаем, что это не тот текст, который существовал в оригинале, по той простой причине, что был такой тоже христианский товарищ, которого звали Оригин, который читал этот текст «тестимониум флавианум» до нас с вами, и он с удивлением написал и с огорчением, что вот Иосиф Флавий не признавал в Иисусе Христа. Понятно, что для того, чтобы написать такой текст, надо мало было прочесть что-то нейтральное. Надо было прочесть у Иосифа Флавия какие-то очень нехорошие слова по поводу Иисуса, потому что, если бы это даже было что-то нейтральное, мы можем быть уверены, что это бы сохранилось, потому что христиане обожали всякие нейтральные о них тексты, и они их с удовольствием потом цитировали, они до тошноты цитировали даже, скажем, письма пления младшего, которые были не такие уж положительные по отношению к христианам, но просто сообщали, что вот этот род христиан, который встретился в плении младшего, никаких преступлений не совершал. Или, скажем, они тоже обожали и тоже страшно цитировали, и тоже поэтому это сохранилось, кусок Тацета, который рассказывал, что христиане, конечно, были звери и враги рода человеческого, но вот им они не поджигали. Да, а вот представьте себе, что Тацет бы чуть поменьше ненавидел императора Нерона и написал, что да, такие суки христиане сожгли Рим. Вот как вы думаете, какая вероятность, что этот текст бы сохранился? Да, так это мы, собственно, о чем? О том, что вмешательство, понимаете, мы тут начинаем рассуждать о вещах, да, очень всегда сложно рассуждать о текстах, которых нету. Да, поди, докажи. То есть одно, масса уничтожения текстов было, происходило, примерно, когда забыли письменность, грамотность, то есть когда была монополия. Но к 7-8 веку вот как бы это достигло такого крещенда. Но я бы просто хотела привести, да, вот по поводу уничтожения текстов, в том числе римских текстов о Христе, очень простой пример. У нас есть куча текстов, которые совершенно точно были о Христе, которые совершенно точно уничтожались. Это куча всяких еретических текстов. А это, кстати, очень тоже, очень важный момент, потому что, понимаете, вот последователей Иисуса было очень много. И было огромное количество общин, которые отличались как по ритуалам, так и по теологии. Были общины, которые строго соблюдали иудейский закон. Это, как я уже сказала, был самый аутентичный вариант. Были общины, которые поступали, как апостол Павел, который говорил, что все, что продается на рынке, ешьте без всякого разбора. Обращаю ваше внимание, что с точки зрения потом победившей церкви, это была абсолютная ересь, она не следовала пути Павла в этом конкретном случае, она запрещала есть идоложертвенное мясо. То есть потом, когда жертвоприношения идолам кончились, этот вопрос был снят, но вот было три варианта. Соблюдать иудейский закон, есть все, что угодно, не есть идоложертвенного. Общины разлились по отношению к календарям. Были лунные календари, были солнечные, как в Кумране. Общины разлились по отношению к женщинам, по отношению к ритуалам. Вот сейчас, например, церковь причащается хлебом и вином. Были общины, которые причащались хлебом и водой. Были общины, которые вообще не ели ничего, кроме овощей. Например, в Деяниях Филиппа такая община описана. Общины очень разлились по отношению к аскетизму. Самое главное, что общины очень резко различались по отношению к тому, кем они себя представляли Христа. Потому что все гностические общины, они вообще не считали, что Христос умирал, соответственно, и воскресал. Они просто считали, что это был надмирный дух, который пришел на землю не для того, чтобы искупить первородный грех, а для того, чтобы принести человеку знание. Это было знание, которое он принес избранным. Знание о том, как самим становиться богами. И, соответственно, опять же, гностики по-разному трактовали Иисуса. Одни считали, что это был человек, который познал Бога, стал Богом и так возвысился над собой. Другие, наоборот, считали, что это был такой надмирный дух, который просто облачился в тело Христа, как мы надеваем джинсы. На кресте он с себя шкурку снял, джинсы остались на кресте, а дух был таков. Поэтому, собственно, Иисус сказал, Господи, Господи, почему ты меня оставил? Это я, собственно, говорю к чему. Во-первых, очевидно, что такое гигантское количество этих общин, они противоречат теории маленького ручейка, потому что если у нас есть такое гигантское биологическое разнообразие, то, очевидно, первоначальный источник был довольно сильным. Во-вторых, и что самое главное, вот тексты всех этих общин, которые не соответствовали ортодоксии, впоследствии уничтожались. Они уничтожались вместе с носителями. Первых еретиков пресциллиан начали сжигать прямо в конце 4 века и далее успешно продолжились, боролись с маркианитами, боролись с манихеями, боролись с кем угодно. Соответственно, возникает вопрос, ну, если уничтожилось гигантское количество этих текстов, часть из них мы сейчас имеем, большую часть, конечно, утеряна, то, ну как, вы нам серьезно говорите, что, значит, вот сидел там переписчик христианский в монастыре в 7 веке и говорил, вот это вот кусок из великого языческого историка Тацита, мы его не тронем. А вот тут вот это, значит, какое-то поганое поганое еретическое сочинение под названием «Апокрифон и Анна», мы, значит, его сейчас похерим. Ну, соответственно, да, у нас есть живое доказательство, что есть гигантское количество текстов, которые были посвящены Христу, были уничтожены. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...